христиан привет вот уже по-русски ну скажи когда мы будем разговаривать с тобой по-русски как ты сам думаешь ты с кем-нибудь из вот соотечественников или просто вот из ну экс-югославов да кто играл у нас здесь разговаривал процесс к или ты просто их знаешь а вообще с кем-нибудь знакомы с тех кто играет чемпионате россии знаком лично да да просто знаешь да ну потому что же погромче ладно что было скажи пожалуйста вообще вот ты с детства хотел стать футболиста с раннего или у тебя были еще какие-то увлечения ну с самого раннего детства да я уже начал играть в футбол и я делал все для того чтобы стать футболистом Увлечения есть какие-нибудь, кроме футбола? Тогда так спрошу. Да, я иногда играю в теннис. И каждый раз я просто играю в свободное время. Я в теннис играю в свободное время. А когда вообще у меня в свободное время, то я встречаюсь с девушкой и с друзьями в проводное время. Кто из близких приедет в Москву? С тобой приедет? Как вы в Москве? 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 В первую очередь я пришел от моего папа. И мои друзья пришли в публике в одну неделю, в несколько дней. И после сомнения мы увидим, что я в Москве приеду. Ну, сначала приедет папа и будет со мной. И друзья будут приезжать. Вот неделю побудут. Потом уедут, потом другие приедут. А уже после лета мы посмотрим, может быть, уже семья приедет на постоянной основе. Ну вот он, сколько уже? Половину сбора прошла. Скажи, пожалуйста, вот как ты уровень оценишь? Вот ты сейчас каждый день тренируешься с этими игроками? Вот сейчас двусторонка была, ты играл. Что скажешь? Павел раз, один раз, два раз. Еще один раз. Вот это... Еще один игроками, один раз... Один раз. О, это большая качество. Есть высокий уровень, даже низкий уровень. А может быть, это высокий уровень. В denganчая красота, что presque каждый сезон, они играют в Champions League, и они выходят на уровне. Таким образом то, что было высокое уровень – все, быстрое. Все очень быстро, на самом деле уровень высочайший, потому что в моей предыдущей команде, где я выступал, все там было намного слабее, намного ниже уровнем, качество футболиста было похуже, все было намного медленнее, а здесь высочайший уровень скоростей, все настолько быстро происходит, и игроки, индивидуальные характеристики игроков высочайшие, наверное, даже самый высший уровень, с которым я сталкивался, и не зря ЦСКА ежегодно играет в Лиге Чемпионов и с успехом, Поэтому, конечно, очень-очень высокий уровень А вот по позиции, по позиции Кого ты особенно выделишь? Вот кто твой конкурент? Я играю в центре поля, в полузащите, поэтому все голове, начали, куча, куча Это все мои люди, на которых я равняюсь, и, соответственно, это мои конкуренты В Хорватии знают про ЦСКА? По именам знают футболистов? Какие они назвали? Немного по имени? Они назвали игроков по имени? Да, они знают. ЦСКА – это большой клуб, и в России В Горечии, люди знают, особенно, несколько главных игроков Конечно, ЦСКА – это всемирно известный клуб И в Хорватии знают наших футболистов Прямо по именам ЦСКА В Хорватии тоже очень такой большой клуб С большими традициями Люди знают, что это действительно очень крупный и солидный клуб европейский Поэтому легко назовут по фамилиям всех футболистов Угу Знакомые не отговаривали от переезда? Ваши родители и друзья не пытались сделать вашу голову, чтобы не ездить сюда Может, они хотели бы вас поверить, что это не должно быть в лучшем Нет, они были счастливы, и все необходимы Они знают, что это большая возможность для меня Они очень много гордятся, и они, понятно, считают, что это для меня очень большая возможность заявить о себе Поэтому все не только не отговаривались, а наоборот советовали и рекомендовали соглашаться на это предложение И очень мною горды и очень счастливы за меня, что я такой переход осуществил А для самого неожиданность? Это неожиданное время для себя? Да, конечно Я просто начал играть в Коэтии, в Ланде Луко Я пришел в первом клубе, несколько игр И тогда уже пришел интересы от Санхоба Так что ЦСКА меня выбрал И это было сложно, что они не могли бы мне Ну, ЦСКА, на самом деле, я только начал играть за свой клуб Только пробился в стартовый состав, в Славино И только-только начал выступать в основе И как посыпалось, на самом деле, предложение со стороны многих клубов И среди них был ЦСКА И мне сделали такое предложение, уже от которого я не мог отказаться Но он с кем уже успел подружиться? Как ты делал друзья с другими людьми? Кем ты делал друзья? Я делал друзья с Георгием, потому что он говорит сербский И сербский и кроэтий очень похожи И с другими людьми сложно начинать коммуникацию Потому что я знаю, что некоторые английские, они не знают Ну, конечно, мы подружились с Миланом Потому что Милан узнает сербский язык И уже мы с ним на этой основе подружились И уже общаемся вместе с остальными ребятами Немножко сложнее, потому что я, может быть, знаю английский Но если я что-то говорю, по-английски не все меня понимают Поэтому там уже чуть сложнее Ну, известно, да, что Барселона, что Иньеста Все знают о Барселоне Мы знаем о Иньеста Да, что это твои фунеры, да? Это твои фанты, твои фанты, твои фанты Вы фанты на Иньеста Вы фанты на Барселоне? Да 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 Мне нравится игрок Стайл игрок Если они играют по-английски И все Я смотрю все игры Иньеста И Модрич И Модрич Ракитич Я, конечно, очень восхищаюсь игрой Барселоны То, как они держат мяч Это поразительно И, конечно, такие футболисты, как Иньеста Модрич Ракитич Вот эти Я не пропускаю ни одной игры Барселону Стараюсь смотреть, как ребята играют Стараюсь подражать Чем-то соответствовать им То есть они мне очень нравятся И особенно мне нравится то, как Барселона владеет мячом Это особенная характеристика, которая действительно достойна Модрич и Ракитич Игроки хорватские Да Ракитич играет в Барселоне Модрич играет в Реал Мадрид Это вот звезды, да? Ты бы хотел достичь их уровня, да? Ты бы хотел достичь их уровня? Конечно Конечно Что бы ни хотелось бы Где мечтаешь после CSKA играть? Или пока таких мыслей нет? Ты мечтаешь играть после CSKA? Или ты еще не видел этого мечта? Я еще не думаю об этом Моя первая цель Это адаптировать CSKA И пытаться атаковать первую уровню И тогда мы решим Я еще пока об этом не думал Моя ближайшая цель Все-таки закрепиться в CSKA Пробиться в стартовый состав И адаптироваться И после того Как уже пройдет период адаптации Дальше уже будем смотреть Но я пока Как далеко не думаю Я хочу сейчас Все-таки войти в обойму Нагрузки как выдерживаешь? Что-то нагрузки серьезные На первом сборе На первом скампе Мы работаем очень тяжело Можешь вы поддерживать Да Все тяжело Но Это нормально Для меня Это тяжело Но Я могу Ну конечно Очень тяжелые нагрузки Действительно Вы правы Но я Способен их выдерживать Очень хорошо Как вот он оценивает на данный момент Свои позиции Как игрока Который пробивается в основной состав Готов ли он уже сейчас При необходимости Играть в основной Да Кто просто Компетит Своей Компетит Вы просто Повторяете Своей Для начальника Если Который Делает И дает Эту возможность Вы готовы И начать На первом На первом На первом На первом На первая На первой На первой На первой На первой чтобы не выйти из 11 стартовых футболистов. Ты играю в центральной зоне, да? Я к тому, что не фланговый, да? Я играю в центре, да, в середине боя. Матч с Тривенной Звездой будут сейчас? Нет, в некотором время я буду играть против Тривенной Звезды. Для хорватского футболиста игры против сербского клуба особенные, какие-то принципиальные или нет? Какая-то важность и интереса, это принципы для тебя, чтобы победить или нет? Это было в прошлом, я думаю, что сейчас отношения окей, это нормальная матч, но это всегда какая-то прессия, и ты хочешь победить. Раньше это было особенное такое жесткое противостояние, сейчас с ним отношения наладились, и поэтому все-таки можно считать, что это обычный такой, ну, регулярный матч. Но вот хотя все-таки немножко остается вот такой вот накал страстей, и немножко чуть больше давления все-таки в этот матч я, наверное, буду испытывать, потому что, ну, действительно, противостояние раньше было низкого, сейчас все-таки чуть полегче. Ну, желаем удачи! И пусть все будет хорошо! Если есть что сказать по-русски болельщикам, скажи. Если вы можете сказать что-то в России, пожалуйста, будьте добрым. Меня зовут Кристиан, и я знаю, что это ЦСКА Большой Клуб. Отлично! Спасибо большое! Спасибо! Спасибо большое! Спасибо! Спасибо!